Так, следующий ролик у нас называется «Что-то страшное происходит с мужчинами. Тестостерон и...» — Батан. — Дофамин. А, кстати говоря, это... — Приветствую вас, мой слава. — Я видел обзор... Ну, не видел, не смотрел целиком, но помню, что обзор на него делал маргинал. Так, сейчас придумывать уникальную информацию очень трудно, уже почти все доступное придумали. Мы не можем это... Уникальная информация — это, по сути, все, в том числе раскрытие... Ну, раскрытие на изучение только одних архивов, российских, советских архивов. Там огромное количество людей нужно. Желательно молодых, которые не имеют советского бэкграунда. Маргинал здесь ведет себя как шиз. Прискорбно. Так, ну, давайте посмотрим. «Простая академия» называется. Паблик... Точнее, не паблик, а ролик, канал. Так, прикольно. У чувака плечи широкие очень, кстати. Голова маленькая. Добавно. Но плечи хорошие. Причем у него они от природы такие. Славные друзья, спасибо большое за то, что вы смотрите это видео. Сегодня я сделаю очередное, на этот раз не очень большое, но при этом не менее важное, слегка депрессивное и немного удручающее дополнение к моему курсу по самодисциплине. Речь пойдет о взаимосвязи тестостерона, дофамина и силы воли, дисциплины. Но прежде чем говорить по сути вопроса, сперва следует сказать, почему это видео вообще существует. Дело в том, что взаимосвязь тестостерона и дофамина не то, чтобы прям очень хорошо изучено. Да, у нас есть понимание того, как эти системы работают, как они друг с другом взаимодействуют, какая между ними связь. Есть значительное количество исследований на животных. Кстати, у него голова очень маленькая, но при этом очки. И что? Как это взаимосвязано? У него голова маленькая на фоне его широких плечей, то есть у него непропорционально, скажем так, в этом плане. Но плечи хорошие. Все бы такие, на самом деле. Количество исследований на людях, но в этой науке нет ничего гиперинтересного, такого радикального, о чем лично я хотел бы посвятить отдельное видео. Тогда, собственно говоря, почему же я рассказываю о взаимосвязи дофамина и тестостерона. Но дело здесь именно в тестостероне. Дело в том, что сегодня мы столкнулись с удивительной, поразительной, поражающей сознанием, неосмыслимой и неосмысленной, иногда мне кажется, что магической эпидемией чрезвычайно низкого тестостерона у современных мужчин. По моей личной оценке, этот вопрос должен интересовать всех, не только мужчин, но и женщин, и детей. Об этом говорить должны абсолютно все. Все, кто могут говорить. Политики должны обсуждать этот вопрос как минимум не реже, чем глобальное потепление и построение третьего храма. И возможно, вам сейчас кажется, что я сгущаю краски, нагоняю тучи, преувеличиваю... Ну, построение третьего храма – это самая главная тема, на самом деле. Так. Ну, по идее, тестостерон же снижаться должен после 28 лет. То есть, его выработка, она снижается после 28 лет. А учитывая, что доля людей старше 28 сейчас выше, чем когда-либо, может быть, это с этим связано? ...величиваю и просто-напросто гоню. Но сейчас мы с вами взглянем на несколько исследований, которые по-хорошему должны довольно сильно вас взбодрить, а может быть, даже напугать. В частности, у нас есть весьма показательное и недавно опубликованное исследование, которое изучало уровень тестостерона у гигантской выборки в 100 тысяч израильских мужчин в период между 2006 и 2019 годом. Так вот, из этого исследования мы знаем устрашающий факт. Устрашающий. Современный 22-летний мужчина, то есть на пике своего тестостерона, имеет такой же уровень тестостерона, как и 37 лет... Не дрочить, не шабить и не мастурбировать. Тогда все будет ток. Так, подозреваю, что шабить – это то же самое, что дрочить и мастурбировать. Так. ...летний мужчина в 2006 году. Я специально сделал небольшую драматическую паузу, чтобы вы смогли осмыслить, что я только что произнес. Возможно, вы не разбираетесь во всех этих цифрах, поэтому я скажу по-другому. За 13 лет падение уровня тестостерона составило 20%. 20% за 13 лет. И если бы это было единственное исследование, я бы на него посмотрел и сказал бы, ну, что-то странное произошло в Израиле, может быть, какие-то химикаты пролились, или случилась какая-то страшная эпидемия, которая уронила тестостерон. Словом, могло произойти все, что угодно. Но проблема в том, что мы этот тренд видим не только в Израиле, но и по всему миру. У нас есть интересное исследование из США на 4000 мужчин. Так вот, из этого исследования мы знаем, что в 1999 году средний уровень тестостерона был 605 нг на децилитр. А в 2016 он уже был 451 нг на децилитр. То есть за вот этот небольшой промежуток времени уровень тестостерона упал на 150 нг на децилитр. Иными словами, за 17 лет тестостерон упал на 30%. 30% за 17 лет. И, к сожалению, это не единственное исследование с подобными цифрами. В частности, у нас есть весьма занимательный манускрипт, опубликованный в 2007 году, в котором ученые изучали мужчин старше 45 лет. Так вот, выяснилось, что с 1987 года по 2007 каждый год уровень тестостерона падал на 1.4%. Вы можете себе представить такие цифры? Это значит, что за 20 лет тестостерон упал на 34%. За 20 лет на 34%. Сейчас я сделаю не очень научную вещь, за которую меня могут побить камнями и сказать, что я не прав. Но я считаю, что для целей видео это вполне себе сгодится. Просто для того, чтобы увидеть общие тренды и посмотреть, с какой скоростью и в какую сторону мы движемся. Давайте соединим третье и первое исследования. Итак, с 1987 года по 2007 тестостерон упал на 34%. А с 2007 по 2019 он упал еще на 20%. Иными словами, за последние 30 лет тестостерон упал на 50%. 50%. И знаете, честно говоря... Еще раз, секунду. С 2007 года по 2007 тестостерон упал на 34%. А с 2007 по 2019 он упал еще на 20%. Иными словами, за последние 30 лет тестостерон упал... С 1987 года по 2007 тестостерон упал на 34%. А с 2007 по 2019 он упал еще на 20%. Иными словами, за последние 30 лет тестостерон упал на 50%. 50%. И знаете, честно говоря, когда я эти цифры произношу, мне самому в них не очень верится. Потому что они настолько магические, настолько радикальные Ну да, а в чем причина? Если бы эти цифры были на протяжении 20-го столетия Как-то вот еще можно было понять А в чем причина в данном случае? Ну проценты, видимо, от измерений, которые Я не совсем, кстати, понял логику у него расчетов У меня такое ощущение, что он просто суммирует эти проценты То есть, типа, если за 34 года упало, каждый год падало на 1%, значит на 34% Это неправильно Я не особо силен в математике, но если каждый год На процент было снижение от предыдущего года, то это не 34%, это меньше Ну ладно, это уже не суть Настолько удивительное, что я не могу на них смотреть без смеха Это что-то очень странное И меня на самом деле поражает, что никто об этом не говорит И об этом действительно никто не говорит Я не вижу, чтобы политики понимали этот вопрос Хотя, по большому счету, мы превращаемся в другой биологический вид Все, что сегодня существует, создано благодаря тестострону Ну ладно, мы об этом еще поговорим В общем-то, я хотел сказать, что если бы кто-то месяц назад ко мне пришел и сказал, что за последние 30 лет половина тестострона у мужчин просто испарилась Я бы в этом не поверил, буду с вами абсолютно откровенен Я бы сказал, что это какая-то научная ошибка, что здесь что-то не то Кто-то ошибся в вычислениях или человек, который мне сказал просто неправильно что-то прочел Единственная причина, по которой я вам это говорю Потому что я действительно несколько раз пытался найти опровержение этим научным данным И у меня не получилось Это ясный тренд, который мы видим повсюду Во всех странах Из государственных данных Из данных частных клиник и так далее Это то, что очень сложно не заметить Но это тем не менее то, что мы не замечаем Привет, друзья, это Глеб из будущего Я тут делаю монтаж Опа, переместился Ни хера себе Так, Амиш Простой говорит, что Он говорит, что с 87 по 2007 падает на 30%, А потом с 87 по 16 год еще на столько-то процентов и того 50% Это что за математика такая? Не буду сейчас уже пересматривать, честно Я тоже, меня это резануло, ну ладно Я лично не математик, поэтому, может быть, он прав То есть он же наверняка время потратит, чтобы что-то там рассчитать Перед тем, как он ролик монтировал Сложилось впечатление, что я привел как-то мало научных исследований И вам может показаться, что это все данные, из которых я делаю такие радикальные выводы Но в действительности науки по этому вопросу гораздо больше Просто, как правило, знаете, что если я какое-то исследование в видео привожу Скорее всего, науки слиха больше, да Просто я не хочу видео рассягивать на 13 часов И слишком уж сильно вас упомлять каждым отдельным исследованием Просто для демонстрации, собственно говоря, того, что я сейчас сказал Давайте посмотрим еще на несколько исследований В частности, у нас есть очень занимательные исследования из Финляндии Которые по большому счету дублируют те находки, о которых мы уже с вами сказали А его что, женщина прогнала с кухни, что ли, где он снимал И решил переместиться в другое место? Вывожу несколько графиков, на которые вы можете посмотреть Вообще, на самом деле, советую вам открывать эти исследования и читать В них есть очень интересная информация, в том числе, разные теоретизации о том, какие механизмы участвуют в падении тестострона Также у нас есть еще одно исследование из Дании Это уже другой исторический период, то есть не то исследование, которое я только что сказал Но здесь мы видим ровно то же самое Повышение ГСПГ, снижение тестострона И, в общем-то, мы это уже с вами обсудили И, наконец, еще одно исследование, опять же, из США И мы видим ровно то же самое Однопроцентное падение тестострона каждый год Причем независимо от лишнего веса, независимо от жира То есть, условно говоря, люди, у которых даже нормальный вес У них все равно тестострон падает на 1% каждый год И, в общем-то, это, конечно, очень страшные цифры И сейчас я, наверное, совершу какое-то совершенно научное богохульство И многие меня за это не взлюбят, но я все равно, опять же, для цели видео Совершу этот шаг в неизвестность и выскажу свои размышления Я считаю, что за последние 120 лет, то есть с 1900 года Уровень тестострона у мужчин упал примерно на 70-80% И, если честно, я не думаю, что это большое привлечение Исходя из тех данных, которые видел я, которые вы сегодня посмотрели Я думаю, что 78% это довольно либеральные цифры, на самом деле Я думаю, что падение вполне может быть гораздо более радикальным Поэтому вы услышали эти цифры, не воспринимайте их слишком всерьез Это чисто моя спекуляция, я просто предполагаю, что это так К сожалению, мы это узнать не сможем, потому что таких долгосрочных исследований у нас нет и не будет Но это указывает на определенный тренд И этот тренд, как мне кажется, хорошо обозначен в научной литературе, которую я сегодня вам предоставил Спасибо за то, что посмотрели дополнение Переходим к видео Ну, возможно, вы развернетесь и скажете Глеб А это было не видео или что? Ну, какая разница, что тестострон падает Может быть, это какая-то эволюционная адаптация Вот не нужен современному мужчине тестострон, вот он и падает Это никак не отобразится на нашем здоровье, на нашем ощущении жизни, на наших достижениях и так далее К сожалению, это не так Сейчас мы с вами взглянем на несколько очень важных коррелятов тестострона Например, на качество спермы А именно, на количество сперматозоидов и на концентрацию сперматозоидов И на эту тему у нас... Так, тут тоже все плохо стало, что ли? Ну да, наверное, вялые стали, неактивные и так далее Есть весьма хороший мета-анализ, который был опубликован в 2017 году Из которого мы знаем, что с 1973 года по 2000... А не связано это с тем, что мужчинам стало меньше повода конкурировать между собой То есть меньше повода для конкуренции, агрессии, соперничества 11-й Каждый год концентрация сперматозоидов падала на 1.4% То есть здесь идет прямое отзеркаливание того, что происходит с тестостероном Иными словами, за этот небольшой период времени концентрация сперматозоидов упала на 52% А общее количество сперматозоидов упало на 60% Вот я сделаю еще одну грамматичную поводу, чтобы вы смогли осмыслить еще раз, что я только что сказал Потому что это, на самом деле, вот это уже действительно страшные цифры То есть здесь мы видим прямое отражение того, что мужчина перестает быть мужчиной в биологическом смысле слова То есть он перестает выполнять свою единственную функцию биологическую, которая у него есть А именно продолжение рода То есть концентрация сперматозоида по всему миру падает Ну и, конечно, вы можете возразить, что большая часть исследований, которые я привожу, она все-таки на западных странах Ну вряд ли это единственная биологическая функция мужчины И вы будете абсолютно правы К сожалению, данных из стран СНГ практически нет То же самое можно сказать про Китай, потому что там все засекречено То же самое можно сказать про страны третьего мира, в которых эти исследования значительно реже проводятся Но тут же вам решать, на кого мы больше похожи по образу жизни На американцев, европейцев и канадцев Или на людей, живущих в Бразилии и Африке Я склоняюсь к тому, что мы похожи скорее на американцев, чем на людей из Африки Ну, наверное, потому что мы белые И примерно одно и то же самое культуры Мне кажется, что с тестостероном это никак не связано А к 2100 году Сев Кукич превратил Но даже если вы решите по какой-то непонятной мне причине, что вы больше похожи по образу жизни на людей, живущих в Бразилии и в Африке То у нас есть значительное количество исследований и по этому вопросу И если мы посмотрим в тот же самый метанализ, который я только что сказал То мы увидим, что если, например, в западных странах падение уровня концентрации сперматозоидов составляло 1.4% каждый год То в странах третьего мира по типу Африки и Бразилии оно составляет 0.9% каждый год То есть это, конечно, меньшее, но оптимизма это не внушает абсолютно никакого Иными словами, за последние 38-40 лет падение уровня концентрации сперматозоидов у них составило 34.2% В сравнении с западными странами, где это 54.2% То есть не слишком большая разница Эта разница есть, она ощутимая, она статистически значимая Но это не то, из-за чего я бы радовался, например Если вы предположите, что мы живем как в Бразилии Это все равно повод как минимум очень и очень сильно испугаться То есть может быть не впасть в полную депрессию, но сильно испугаться Но я все же считаю, что мы скорее похожи на американцев по образу жизни Просто потому, как мы живем, что мы работаем не на полях Ну возможно, что просто белые мужчины стали более голубыми Может быть с этим связано То есть поголубели немножечко Мы работаем в офисах, мы едим фастфуд и так далее Давайте взглянем на еще другие корреляты, которые могут ясно указывать на падение тестостерона по всему миру А именно на частоту возникновения рака тестикул по всему миру И мы увидим, что по всему миру, включая страны третьего мира, рак тестикул увеличивается Все чаще и чаще Ну вот это уже херово, но это может быть связано Это может быть совпадение связано с какими-то там технологическими причинами Точнее, техногенными, наверное, вот как-то так будет правильно сказать Почему? Потому что тестостерон оказывает протекторскую функцию в тканях тестикул И чем меньше тестостерона, тем меньше он защищает тестикулы И, соответственно, эти ткани подвержены окислительному стрессу и так далее И мы видим, что по всему миру рак тестикул увеличивается Причем увеличивается экспоненциально, к сожалению Это важнейший коррелят тестостерона И мы видим, исходя из этого коррелята, что не просто тестостерон падает Но вместе с этим рушится вся система, по которой работает мужской организм Приветствую, Мика Также мы можем взглянуть на рефертильность Ну, как бы на самом деле не шутка То есть каждой шутке доля шутки Но если посмотреть на опросы, по крайней мере Количество молодых людей, которые себя причисляют к гомосексуалам и бисексуалам Оно увеличивается И мы очень быстро обнаружим, что фертильность точно так же по всему миру падает Мы знаем, что и страны третьего мира Да, возможно, раньше рак тестикул просто не диагностировали Тоже верно Так что все эти данные Нет, ну у него есть данные, когда рак тестикул уже начали диагностировать Вот в чем проблема Но с другой стороны По мере Не знаю, улучшения уровня жизни Доступа к медицине Может быть Диагностировать стали больше и лучше В современных странах фертильность становится хуже И причем с мужской стороны в значительной степени Не только у женщин, но и у мужчин Эта функция значительно повреждена Также мы можем сказать об увеличении спроса на искусственное оплодотворение А когда это может быть нужно? Ну если, например, сперматозоиды просто не двигаются Когда они настолько слабые, они настолько иммобильные Что у них нет никакого желания проникать в яйцеклетку Таким образом, на самом деле, организм современных мужчин говорит Не размножайся, ботан Ты слишком ведешь неадекватный образ жизни Твоим детям не нужно существовать Но люди идут на перекор этому сигналу организма И они занимаются искусственным оплодотворением Когда врач берет рандомный сперматозоид Помещает его в яйцек Ну, обманули систему, все И в результате рождается очень больной ребенок, чаще всего Мы также видим, что Он нацист В развитых странах количество рожденных мальчиков По отношению к рожденным девочкам уменьшается с каждым годом А это тоже есть прямой коррелят репродуктивного здоровья у мужчин Следующее, о чем я хотел бы сказать И это то, наверное, что покажется вам очень удивительным Это то, что современные молодые люди, именно мужчины Очень мало занимаются сексом Очень мало занимаются сексом И это есть прямой коррелят репродуктивного А я об этом говорил, кстати, неоднократно на стримах говорю Что так оно и есть Что это опасно И вам это может показаться странным Как так? Наши предки больше нас занимались сексом Как же так? У них были правила Один партнер на всю жизнь и так далее, и так далее У них было больше времени У них было больше времени Намного больше времени И у них была некая гарантия Что они не сдохнут с голоду в виде общины Не общины, там, большой семьи Церкви Социальных институтов вообще Вот, а я так смотрю сейчас Общаюсь с современным поколением И смотрю, что просто Ну все дрочат, а все смотрят аниме Это ненормально абсолютно Какой тут секс? Естественно, это все искажает человека восприятие Он уже не хочет никакого секса Ну да, у них действительно был один партнер на всю жизнь Но при этом секса у них было гораздо больше Современный человек, несмотря на то, что он живет в гиперсексуализированном мире Куда ни глянь, повсюду на тебя смотрят голые задницы На какое шоу ты не переключись Там каждый человек будет рассказывать про секс Несмотря на это, современные люди все меньше и меньше занимаются сексом И это, как я и сказал, прямой крыльят эсэстрона Прямейший крыльят То есть, на самом деле, современным мужчинам просто не хочется Заниматься сексом с женщиной Потому что слишком низкий эсэстрон для этого И, наверное, вишенка на торте Это то, что современные мужчины, к слову говоря, весьма справедливо Оценивают себя гораздо менее мужественными, чем их предки Роботизация Роботизация, она не загонит женщин домой Ну и как сказать загонят Женщины, как правило, большая часть истории и так дома не были, они работали В сельской местности они занимались скотом, например Мужчина там сеял Вот Роботизация не повлияет на это Потому что процесс, который идет Эмансипация женщин Он не связан с потребностью выживания То есть Использовать больше рабочих рук сейчас Не обязательно Это просто вопрос уже Самореализации и каких-то внутренних установок Процентов мужчин старше 65 Оценивают как себя абсолютно мужественными То есть, они считают себя настоящими мужиками И только 30%, то есть, вдвое меньше Мужчин от 18 до 29 считают себя абсолютно мужественными То есть, вы понимаете, что современный мужчина На пике своего тестостерона Ощущает себя менее мужественным, чем 65-летние старики В общем-то, на какие бы данные мы с вами не посмотрели Мы видим, что тестостерон падает И падает он не просто так Он падает с очень-очень серьезными последствиями И падает он слишком быстро, чтобы мы смогли на это как-то отреагировать И, в общем-то, это ставит вопрос о разумности Движения нашей современной цивилизации О том, куда мы движемся и что мы с собой делаем Поэтому справедливо было бы сейчас задать себе вопрос Что же, собственно говоря, такое тестостерон? Тестостерон, по большому счету, для мужчины Это его воля к жизни Это его желание добиваться Достигать, изучать, развиваться Совершать риски, в том числе финансовые Добиваться женщин Стремиться получить ресурсы Участвовать в социальной жизни Участвовать в политической жизни Вот что такое тестостерон для мужчины И те, кто сейчас все это слушает Те, кто смотрел курс на самодисциплине Наверняка подумали, что все это очень сильно подозрительно похоже на дофамин И вы будете абсолютно правы Потому что есть прямейшая взаимосвязь между тестостероном и дофамином И, разумеется, если мы видим дичайшее, радикальное, резкое падение тестостерона в популяции Мы совершенно точно увидим определенное А, ну в этом случае, да, тогда загонят, конечно Влияние на дофаминовую систему у современных мужчин А что это за влияние? Мы обсудим прямо сейчас Первое, чем стоило бы сказать, это о том, что у нас есть значительное количество исследований на животных Из которых мы знаем, что тестостерон оказывает модулирующее влияние на рецепторы дофамина В частности, он делает некоторые рецепторы более чувствительными Если очень грубо экстраполировать эти данные на людей, то мы могли бы сказать, что Мужчина с более высоким тестостероном имеет большую чувствительность дофаминовой системы И, как следствие, он более амбициозен Он больше желает достигать каких-то вещей в жизни В общем-то, чаще участвует в социальной и сексуальной жизни И, в принципе, у него как бы больше воля к жизни Альфач Альфач Получает гораздо более интенсивное удовольствие от простых вещей и так далее Также у нас есть значительное количество исследований, которые показывают, что увеличение... У меня друг говорил, что ему четыре раза предлагали разные женщины секс И он всегда отказывался, как он говорит, ему не нужен секс Пишет хайлайт Хайлайтер Ну вот видишь, как это... Ты считаешь, что это хорошо? Нормально? Эээ... Нет, это ненормально Это, конечно, абсолютно... Ну ладно Лечить, лечить... Лечиться и лечить надо Зумеров По полной программе лечить Терапию надо делать Эээ... Терапия сексом нужна Тестострона у животных увеличивает активность дофамина в мозге И верно обратное Когда снижается активность тестострона, снижается и активность дофамина И, в общем-то, я бы не хотел слишком много останавливаться на данных на животных, поскольку... А дрочат, опять же, потому что стало меньше времени Чтобы позаниматься сексом, нужно после тяжелого трудового дня еще идти на свидание А там делать какие-то активные действия Гулять, танцевать И так далее Отчасти соглашусь, да, это тоже причина Но также причина в том, что широкое распространение доступности получил порнографию Вот с этим тоже надо бороться, это большая проблема Ну и аниме, конечно, да То есть вот две такие проблемы Это просто бич нашего времени Зачастую они, собственно, совмещаются и превращаются во что-то ужасное Поэтому, да, нужно человека освобождать от избыточной работы Освобождать, я уверен, что современные технологические возможности у нас есть уже для того, чтобы это сделать Нужна только политическая воля Я, кстати, здесь даже могу согласиться с концепцией отчуждения, которая существует в социализме В ней есть определенный смысл Вот, то есть, как я и говорил, социалисты зачастую указывали очень на правильные вещи Просто пытались решить их абсолютно неправильно Вот, но, тем не менее, есть смысл в идее отчуждения Как в том, что наш современный труд для многих людей, он отупляет Он действительно отупляет, он однообразен И, что еще хуже, тут я уже дополняю социалистов Он уничтожает в человеке человеческое Ну, в частности, как раз способность человека отдыхать Развлекаться, общаться с друзьями Строить свои взаимоотношения с противоположным полом Нужно с этим что-то делать Но социализм здесь не поможет Он не помог и не поможет Нужна какая-то другая система Ее нужно создавать, по всей видимости, с нуля Опираясь на какие-то лучшие наработки, скажем Так Средний секс 7 минут Но это как-то очень быстро Какое-то не очень актуально для людей Поэтому перейдем сразу к тому, что у нас есть из человеческих данных Но, к сожалению, этих данных не так много В основном взаимосвязь тестострона и дофамина изучают в контексте разных психиатрических заболеваний Например, шизофрения Почему? Потому что шизофрения очень сильно взаимосвязана с дофамином В частности, в подростковом возрасте, если у молодых людей очень высокий тестострон Это может сформировать гиперчувствительную систему дофамина То есть дофамин будет избыточно чувствительным И это будет уже неким риск-фактором возникновения шизофрении и некоторых других психиатрических заболеваний Поэтому мы совершенно точно знаем, что, по крайней мере, в период формирования мозга Тестострон оказывает решающее влияние на формирование дофаминовой системы Также у нас есть некоторые популяционные исследования, которые показывают, что те, у кого более высокий тестострон, также имеют более высокий дофамин Но есть и обратная взаимосвязь В частности, мы знаем, что не только тестостерон оказывает влияние на дофамин, но и дофамин оказывает влияние на тестостерон Например, у нас есть исследование на мукуни-пруленс А мукуна-пруленс – это по большому счету L-Dopa, который является агонистом рецепторов дофамина То есть она увеличивает активность дофамина в мозге Так вот, мы знаем, что при администрации мукуна-пруленс увеличивается тестостерон в нескольких исследованиях То есть здесь прям прямая взаимосвязь между тестостероном и дофамином Поэтому если какой-то мужчина участвует в деятельности, которая стимулирует активность дофамина в мозге, например, ведет какой-то очень амбициозный образ жизни или участвует в соревнованиях, мы могли бы сказать, что он также стимулирует и выработку тестостерона, по крайней мере в нескольких обстоятельствах, что мы знаем из некоторого количества исследований Также мы знаем, что дофамин оказывает модулирующее влияние на андрогенные рецепторы, что уже есть прямейшее воздействие на работу тестостерона и дегидротестостерона в нашем организме Также мы знаем, что дофамин оказывает регулирующее влияние на выработку пролактина, гонадолиберина и лютинизирующего гормона В общем, с какой стороны вы бы ни посмотрели, вот эта ось взаимосвязи тестостерона и дофамина, она совершенно точно присутствует И мы ее очень хорошо задокументировали, и мы знаем, что она весьма и весьма мощная Поэтому если в популяции очень резко падает тестостерон, мы можем быть абсолютно уверены, что будет определенное влияние и на работу дофаминовой системы этой популяции И, конечно, нам сложно сказать, какие конкретно будут импликации такого падения Но то, что эти импликации будут, мы в этом совершенно точно не должны сомневаться В частности, мы сейчас знаем, что низкий тестостерон будет влиять на чувствительность рецептов дофамина в мозге Это во-первых А во-вторых, когда мужчина участвует в какой-то деятельности, стимулирующей дофамин У него в ответ будет вырабатываться меньше тестостерона, чем вырабатывалось бы, скажем, у наших предков Поэтому, по моему личному мнению, человек, который работает на своей дофаминовой системе, например, если он проходит мой курс Ему совершенно точно нужно задумываться одновременно еще и о тестостероне Так Так Если он проходит мой курс А, то есть у этого чувака есть курсы А-а-а, понятно, понятно Я теперь понял, к чему все это идет Я понял, к чему это все Все эти страхи и прочее Теперь все становится более-менее понятно Так Это будет одним из главных краеугольных камней, на которые ему стоит обратить свое внимание Поэтому сейчас мы взглянем на несколько факторов, из-за которых у современных мужчин очень резко падает тестостерон И сразу скажу, что я буду говорить только о тех факторах, которые мы можем изменить Или, по крайней мере, которые может изменить большинство людей Это в том, что есть целый ряд вещей, которые, к сожалению, находятся вне нашего контроля Такие как загрязнители, разные химикаты Целый широкий спектр проблем, которые просто являются следствием нашей современной цивилизации И их пофиксить будет практически невозможно в ближайшие несколько сотен лет Поэтому мы рассмотрим только то, на что среднестатистический человек сможет повлиять И, к счастью, это влияние может быть достаточно радикальным То есть вы можете восстановить свой уровень тестостерона до уровня ваших предков плюс-минус 30% Давайте так, сделаем такую скидку, потому что до уровня наших предков это, конечно, очень высокий стандарт Что ж, приступим Во-первых, все факторы, которые понижают тестостерон у современных мужчин, о которых я сейчас буду говорить Можно условно поместить в одну очень простую категорию и выразить это одним предложением Неадекватная, неадаптивная современная среда И что я подразумеваю под словом Так, интересно, вот это прям я сейчас ушки на макушке, так Неадаптивная среда Но дело в том, что эволюция заточила нас под выживание в очень специфических условиях конкретной внешней среды И современный человек грубо нарушил эти условия Мы сегодня живем в очень странном мире Мы живем в странных домах, едим странную еду, ходим на странную работу Ведем странный образ жизни, делаем странные дела и так далее Нет, ну эволюция, она все-таки в движении находится Она никогда не стоит на месте Вот поэтому дальнейшее наше развитие, оно в соответствии с нынешними условиями идет Вот, и специфическая среда, ну во-первых, она совершенно разная На разных континентах, даже в рамках одного континента В разных культурах Тут как-то, мне кажется, слишком примитивно все так Это естественным образом отображается на нашем гормональном составе Поэтому избавиться от большинства вещей, о которых я сегодня буду говорить Можно очень просто Начать вести такой образ жизни, который вели наши предки И все, и большая часть проблем просто-напросто исчезнет Но, к сожалению, это очень... Начать образ жизни, который вели наши предки А какие предки? Я так думаю, что предки японцев и русских, они все-таки вели разный образ жизни Нереалистичный стандарт, как вы понимаете, для современного человека Поэтому я постараюсь пройтись по наиболее актуальным и наиболее контролируемым с нашей стороны фактором Первое, чем я сейчас скажу, это лишний вес и лишний жир Это, наверное, один из главных... Абсолютно согласен Вот это просто все сто... сто сорок шесть процентов или сколько там, сто сорок восемь Абсолютно точно Это он показывал сейчас свое тело? Или у него модель есть для этого специально, вот эта вот, которая сейчас на экране Показывает подавляющее влияние на тестостерон В-четвертых, лишний жир приводит к потере мышечной массы, что тоже снижает тестостерон И, наконец, в-пятых, поскольку ожирение снижает ГСПГ, уровень общего тестостерона тоже снижается И, разумеется, я бы не стал об этом упоминать, если бы больше 60% современных людей, живущих в СНГ, не имели лишний вес К сожалению, это так Поэтому в первую очередь стоит обратить на то, сколько на вас лишнего жира и избавиться от него Вторая категория, о которой я бы хотел сказать, это очень широко... Но попытка поохотиться на медведя в зоопарке, я думаю, закончится очень плохо По мне, может быть уголовной статьей Наш образ жизни, и туда входит целый ряд вещей, например, сон В частности, мы знаем, что неадекватный режим сна нарушает работу тестостерона, причем значительно нарушает Это правда, да Ложиться надо раньше И не спать до 12 часов Каясь, что сам зачастую нарушаю это правило То есть, например, если вы не досыпаете или каждый раз ложитесь в разное время Это все снижает тестостерон Также можно сказать, что нестандартные рабочие смены или ночные смены Точно так же нарушают выработку тестостерона И наши предки очень редко жили в подобных условиях То есть, это что-то совершенно новое, это свойственное только современному миру В котором есть лампочка, которую изобрели совсем недавно То же самое можно сказать про лишний вес Лишний вес не был такой большой проблемой у наших предков, потому что, чтобы поесть, тебе нужно было сначала поработать Также из моего недавнего выпуска на основном канале вы знаете, что, например, дневной свет или утренний свет повышает выработку дофамина И, естественно, это оказывает влияние на тестостерон В частности, мы знаем, у нас есть несколько исследований, которые показывают, что утром... Но тогда у мужчин в Санкт-Петербурге нет шансов У нас дневного света, по сути-то, и нет ...свет повышает выработку лютинизирующего гормона, что, конечно, прямое влияние на тестостерон имеет Также мы знаем, что люди, которые не досыпают или нарушили режим сна Когда они смотрят на солнечный свет утром с 8 до 11 утра, у них вырабатывается тестостерон Причем значительно увеличивается тестостерон, несмотря на то, что они недоспали В общем, из-за значительного количества исследований можно сделать очень простой вывод Что современный образ жизни человека настолько неадекватен, что даже солнце, простое солнце, повышает у него тестостерон И это должно показать вам какой-то определенный стандарт, это должно у вас составить определенное впечатление, в каком положении мы сейчас находимся Следующий фактор, который радикально влияет на падение тестостерона в современном мире, это, конечно, недостаточная активность В частности, мы знаем из большого количества исследований, что тренировки повышают тестостерон, причем систематически Например, у нас есть исследование на людях, которые в течение 4 недель занимались спортом, и у них тестостерон вырос весьма и весьма значительно Также есть исследование, которое показывает, что одна... Ну, занятия спортом, они повышают настроение даже В качалку, когда ходишь, ты чувствуешь прилив силы и повышается настроение, это правда Поэтому давайте в качалку по максимальной возможности ходить Лишь тренировка увеличивает секретацию тестостерона на целых 20% Временно увеличивает Также мы знаем, что те люди, у кого в популяции более высокий тестостерон Они чаще двигаются, они больше занимаются спортом И, в общем-то, на этой теме есть довольно новые исследования, которые я сейчас выложу на экране Вы на них можете посмотреть, с ними ознакомиться Но я считаю, что правильная формулировка будет сказать не то, что физическая нагрузка увеличивает тестостерон А то, что отсутствие физической нагрузки снижает тестостерон Поскольку наш организм вообще-то не приспособлен к тому, чтобы не заниматься физической активностью И жить тем образом жизни, в котором мы сегодня живем Поэтому я думаю, что правильнее будет сказать Отсутствие физической нагрузки снижает тестостерон Следующий фактор, который мне бы хотелось... А мы его приспособим и превратимся в людей, как в фильме Валье В мультфильме Упомянуть это отсутствие адекватной соревновательной среды, которая носит весьма стрессовый характер В частности, у нас есть довольно большое количество исследований, которые показывают, что соревнования И в особенности победа на соревнованиях резко повышает тестостерон И люди, которые часто участвуют в соревнованиях, у них средний тестостерон гораздо более высокий Почему это так? Потому что тестостерон нам нужен для борьбы, для войны, для достижений, для битвы Для амбиций, для того, чтобы двигаться вперед, для того, чтобы соревноваться, для того, чтобы добиваться, достигать И если это просто в среде отсутствует, то как бы биологическая потребность тестостерона просто отпадает И он падает, как следствие И, конечно, мы знаем, что в значительной степени это... Таким образом, мужчины должны бороться друг с другом, чтобы повышать тестостерон То есть, понимаете, да? Нужна постоянная борьба По мере возможности нужно бороться друг с другом Ну, соответственно, костюмы там надеть Вот это все Чтобы была выработка тестостерона Эффект модулируется дофамином То есть, когда человек участвует в соревнованиях Или борется, или просто ведет очень амбициозный образ жизни У него вырабатывается дофамин И, как следствие, потом секретируется тестостерон И, в общем-то, если сравнить это с современным стерильным образом жизни То мы очень быстро обнаружим, что мало того, что у современного человека нет возможности соревноваться Даже если у него эта возможность есть У него очень мало возможности побеждать И что я под этим имею в виду? Я имею в виду, что в современном мире, глобальном Есть невероятное количество людей, которые всегда будут над тобой, которые тобой управляют У тебя нет никакой возможности вырваться из-под этого управления Скажем, если наши преды жили в какой-нибудь деревне, где максимум там жило тысяча человек Там не было над тобой огромное количество чинов и доминирующих над тобой людей И большинство этих людей были тебе близкими друзьями Ты их знал очень хорошо, это были близкие дружеские отношения Современный человек ходит на работу, где его постоянно подавляет начальник Которого он вообще знать не знает А над этим начальником еще несколько начальников И потом есть президент, который устанавливает страшные законы И, в общем-то, вот эта жуткая подавляющая внешняя среда, она на самом деле чрезвычайно стрессовая И она внушает человеку, по большому счету, ощущение, что он как будто в рабстве живет И, по большому счету, так и есть По стандарту наших предков мы живем в рабстве Ну, за исключением небольших исторических периодов, когда наши преды тоже находились в рабстве Ну, вот смотрите, вы говорите, Дагестан Вот у них там борьба — это национальный вид спорта Они все занимаются борьбой Результат — высокий тестостерон Воинственность, агрессивность, мужественность Вот, собственно, что нам надо Нам нужно заняться борьбой Не менее, мы можем с уверенностью сказать, что современный человек, его жизнь, очень похожа на рабскую жизнь И, естественно, это оказывает подавляющее влияние на тестостерон Потому что когда у современного человека нет возможности победить, оказаться наверху иерархии То есть добиваться каких-то побед Он, конечно, испытывает большое удручение, ему становится тяжело То есть это один из факторов, который, как мне кажется, чрезвычайно Возможно, что культура гачи, она пришла для нас Она просто как спасение мужского рода в развитых странах То есть с помощью этой культуры мы сможем, так сказать, поднять уровень тестостерона, как у наших предков Которые вели борьбу постоянно Просто не прекращали ее вести Ну, это результат советского управления прекрасного Однополая семья, мама, бабушка Упровели женщины, потом он приходит домой, им управляет мамой, его воспитывает мать Потом идет в школу, там ее управляют учителя, женщины Потом идет университет, снова управляют учителя, женщины Потом он приходит на работу Там тоже есть начальница, который обязательно будет его подавлять И даже зарплату он получает в бухгалтерию от женщин В общем-то, это совсем неадекватно для мужчины, вы понимаете, да? И это вполне возможно оказывает подавляющее влияние на тестостерон В общем, я все это объединил под такую очень расплывчатую категорию Неадекватные соревновательные среды И среды, которая носит очень стрессовый характер И, наверное, последнее по списку, но не по важности категория, это современное питание. И, наверное, сейчас я мог бы зачитать вам гигантскую лекцию на часов 15 о влиянии современного питания на тестостерон у современных мужчин. Дело в том, что науки по этому вопросу невероятное количество, и мы могли бы разбирать все эти рисфакторы до посинения. Но я скажу гораздо-гораздо проще. Лучшая ставка снизить диетический рисфактор, который будет снижать ваш тестостерон, это просто питаться, как питались ваши предки. А это значит, не есть то, что придумали за последние 300 лет. Это... Очень сложно, потому что 90% продуктов, которые вы увидите в магазине, это то, что придумали совсем недавно. Понимаете, раньше это просто не присутствовало в рационе наших предков. И из большого количества литературы, можете поверить, я сейчас привожу меня в три исследования наверняка на экране, мы знаем, что это за рисфактор. Это трансжиры, это современная выпечка, это сахар, это неадекватное количество потребления омега-6 по отношению к омега-3, то есть растительных масел и так далее. То есть это все современное питание. Наши предки не жарили в масле, они не ели выпечку на дрожжах, они не ели сахар и так далее. Ну, как сказать, они жарили, жир использовался в качестве замены масла, но и масло тоже было. Это он не совсем прав, кстати, что насчет того, что наши предки якобы ничего там не жарили в масле, это неправда. Есть же кулинарные книги средневековые, к примеру, там все описано. Там до хера всего добавлялось и масло использовалось. В общем, чем ближе вы сможете приблизиться к питанию ваших предков, тем лучше. Это очень простой стандарт, которому очень легко следовать. Но есть некоторые ключи... Ну, то есть надо купить, надо выкинуть плиту, газовую, электрическую, у кого какая, и на ее место поставить котелок, и, соответственно, в котелке все это готовить, как предки. Как наши древние русы. В общем, это совершенно дикие цифры, я понимаю. Я, кстати, не пью молоко. В кулинарии используется оно, конечно, в моей семье, но чистое молоко я не пью. И их сложно осмыслить современному человеку, особенно тем, кто любит молоко. Ну, вам придется делать выбор между тестероном и молоком. И, в общем-то, конечно, вы можете очень сильно исхитриться и пойти и купить молоко, например, в какой-нибудь... Поэтому у меня так быстро борода растет. У меня просто... Она за неделю опять вот такая будет. Я ее побрил, и она опять у меня будет через неделю большая. Вот, Конрад Рот абсолютно прав. Зачитывать не буду, но прав, соглашаюсь. Плюсик в чат от меня. Ну, я вот, честно, не уверен, что не жарили они на маслах растительных. Вот очень сомнительно это все, конечно. Желание подавляет тестостерон. И я вот сейчас вывожу несколько исследований на эту тему. Вы с ними можете подробно ознакомиться и узнать о конкретных риск-факторах. Ну, либо попросить... Ну, как-то не знаю, почему не пью. Ну, просто не пью. Не хочу. Нету желания. Стоит она в холодильнике, используется там для каких-нибудь сырников. Вот. Ну, я не хочу его пить. Мне не хочется. ...комментарии, чтобы я в отдельном видео записал о них материал. Наверное, это все, о чем я сегодня хотел бы сказать. Если очень коротко, современный образ жизни приводит к радикальному резкому падению тестостерона, который приходит, приводит к ухудшению состояния здоровья современных молодых людей и к их пониманию реальности, к их амбициозности. И, в общем-то, по моему предположению, это очень снизит нашу возможность в поддержании современной цивилизации. То есть, современная цивилизация создана тестостероном. Она поддерживалась тестостероном. И она будет разрушена без тестостерона. Поэтому, мне кажется, что долгом каждого современного мужчины будет позаботиться о своем тестостероне, чтобы, как минимум, сохранить современную цивилизацию, если вы считаете, что ее стоит сохранить. Спасибо, что вы смотрели это видео. Всем счастливо. Всем пока. Тихо, обнимаю. Этот канал создается благодаря вашей финансовой поддержке. Нет, ну, так-то качественный ролик он сделал, конечно. Видно, что он подготовился. Видно, что читал исследования разные. Вот. Ничего не могу сказать. Чувак постарался сделать контент. Так.